Здорово всем, ребята, Акент пока на проводе, и прямо сейчас я нахожусь в портатированной версии CSGO на Android. То есть каждый из вас сможет скачать эту кс-ку и играть вместе со мной. Ребята, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, потому что ровно на 10к лайков я кидаю ссылочки в описании. Ну что же, поехали. На GG с недов вышло свежее обновление. Добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновились там сайт и группа ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. GG с недов мой выбор. Первое, это не реклама, а жаль. Второе, я не ухожу из стендов. Ну что же, приятного просмотра, а мы начинаем. Ну что же, дамы и господа, давайте-ка прямо сейчас проверим все по порядку. Что мы видим справа? Справа я вижу ник, я вижу моих друзей. Нифига себе. То есть представьте, то есть тут есть полноценный список друзей. То есть, ребят, ну если что, находите меня по нику кентапк, добавляйтесь ко мне друзья, будем дружить. Есть личные сообщения. Нифига себе. Слушайте, ну прикольно, прикольно, прикольно. Так, ребят, ну а теперь самое-самое главное. Это инвентарь. Что же у нас есть в инвентаре? Нифига себе. У нас есть куча ножей, мы их даже можем осмотреть. Ну да, ребят, конечно, я думал, что в стендове страшный осмотр, но я теперь понимаю, что все-таки в стендове нормальный осмотр. Не, ребят, прикольно, прикольно. Зато тут есть описание каждого оружия. Блин, ребят, сколько тут всяких кнопочек. Я просто в шоке. Тут даже есть в инвентаре взрывчатка, хрен его знает. Мало ли еще мы все взрывемся, ребят. Так что, блин, поставьте лайк напоследок. Ребята, внимательно посмотрите, как же тут много разных оружий. Нифига себе. Тут есть ФАМАСы, П-90, ПП-19, Бизоны, куча всяких оружий. Есть перчатки, даже есть набор музыки. Туда же есть пулеметы. Есть какой-то контракт отмена. Давайте нажмем открыть контракт. Я не знаю, что это такое, но если не ошибаюсь, это что-то наподобие крафтов в стендове. Так, нажимаю открыть контракт, но... А, не, они еще не открываются. Не, ребят, походу вот этот функцию еще не доделали, потому что игрушка свежая, много чего нет. Ну что же, инвентарь мы посмотрели, а теперь вперед в бой. У нас есть три карты, давайте выберу, ну, например... Так, ну что же, я выбрал, ребятки, карту Инферно. Посмотрите, загрузка один в один, как в CSGO, честно говоря, очень даже прикольно. Есть такая небольшая обучалка, кому интересно, можете почитать. Так, ну что же, мы ждем, чтобы все как можно быстрее прогрузилось, и я хочу уже поиграть. Но перед этим мне надо настроить управление в эмуляторе. Нам дождует совет, вы стреляйте точнее, если не двигаетесь. Точность будет выше всего, если присесть. Ну, прям как в стендове. Ребят, слушайте, очень круто, мне очень уже не терпится поиграть. Тем более, возможно, там даже есть боты, кто его знает. Я теперь понял, почему в эту игру так мало людей играет, потому что просто дождаться загрузки, это что-то нереальное. Я уже две минуты жду, ничего не происходит. Ну, твою-то налево, я уже обрадовался, думал, нормальный портативный CSGO на телефоне. Ну, ребят, я играю с эмулятора, поэтому, возможно, какая-то тут происходит хрень. Я сейчас перезайду и поменяю карту на другую, надеюсь, прогружусь немножко быстрее. Ну как, немножко быстрее? Хотя бы просто прогружусь, потому что я тут полчаса сижу и ничего не происходит. Я поменял карту и, о чудо, пошла загрузочка. Так, ну что, ребят, на этом моменте мы можем выбрать в сторону террористы или спецназ. Пока что все прям капец, как сильно похоже на настоящий CSGO. Ребят, кто играл, тот поймет. Да хотя, если вы смотрите меня, вы, наверное, вообще не знаете, что я CSGO. Так, ойля, пацаны, надо настраивать управление. Окей, прям сейчас буду настраивать. Ну что же, господа, у нас есть две новости. Первая хорошая, вторая плохая. Ну что же, хорошая новость в том, что я настраивал управление. А плохая новость в том, что обратно все зависло. Ну что же, с миллион первого раза я все-таки смог сюда зайти. И я вам скажу так, мне это нравится, прикольно. У меня в руках, ребята, есть АВМ. Правда, по непонятным для меня причинам, АВМ выглядит немножко странно. Ну хотя бы и цветокорбик какой-то настроили, но что-то очень фриково. И почему-то она сама почти стреляет. Смотри, ничего не нажимаю, просто иду вперед. Это трындец. А что происходит-то, ёханый бабай. Ляааааа. Ох, пупец. Вот это да. Нифига себе. А что тут по гравитации? А что по гравитации? О, ребят, сейчас будет больно. Сейчас будут яйца в смятку. А, мы вылетели, не, не будет Ха-ха-ха-ха-ха У меня такое ощущение, как будто игра говорит Не, Кентуха, не играй в это Как будто она сама говорит, Кент, выйди, иди ложись спать Уже один с часа вечера Нет, ребята, я обратно зайду И мы будем дальше играть Так, ну что же, как я понял, в этой игре лучше не прыгать Давайте посмотрим на прицел от ЭВМ Блин, ребят, ну прикольно Хотя бы есть зум прямо как в КС Сейчас, наверное, очень похоже на КС И опять, блин, опять 25 Ну трындец, ну хрест, стрелять Она сама посидит, стрелять, не знаю, как ее выбросить Так, надо подумать, может пистолет О, ля, куда она пропала Она растворилась Ее сожрала земля Просто пропала Так, ребят, ну что, у меня есть нож, надо посмотреть на анимацию ножа Так Ну, анимация очень даже неплохая В принципе, для портативной версии КСГО Нормальная, если не ошибаюсь, такая же самая анимация в КСГО О, теперь у меня нож сам по себе дерется Смотрите, я ничего не нажимаю, не знаю Просто какой-то хаос происходит Так, ребят, и тут вроде бы есть еще граффити Хочу проверить Офигеть! Вау! Обалдеть! Правда, с граффити небольшие проблемы Ну, как сказать, небольшие Такое ощущение, что А граффити под... Под чем-то Под чем-то, не буду говорить запрещенные слова на ютубе Но такое ощущение, что граффити под... Ух, ля, посмотрите Обалдеть! Так, ну что ж, давайте смотреть дальше Что же есть еще? Ребят, обратите внимание на руки Руки очень реалистичные, очень крутые Мне все очень нравится Чистительность однозначно надо настроить Потому что просто трындец какой-то Ребята, я вам скажу только одно Я больше не хочу в это играть Вначале мне реально понравилось Искренне Но теперь я просто хочу спрыгнуть Нееет! Так, как думаете, что еще произойдет? Конечно же я вылечу Не, ну а прикольная пасхалка Напрыгаешь в пропасти Тебя выкидывают из игры на главное меню И говорят, не, братан Ливай нахрен Короче, ребятки Мы уже проверили две карты И я понял, что на них невозможно играть Так, а теперь давайте попробуем режим напарники Да, тут есть режим напарники О котором все мечтают в стендоффе Ну что же, а теперь давайте посмотрим Что же это и с чем его едят И как вообще все это реализовано Режим напарники в CSGO Мы почти загрузились Да, мы это сделали Да Честно, ребята Я вначале не хотел обстирать эту игру Но когда я полчаса жду Когда она загрузится И на самом последнем моменте Игра зависает Это трындец И при том это уже второй раз Походу карты Инферно Просто-напросто тут нету Бля, я дебил Оказывается в этой игре Из настройки Их можно поставить на максимум Так, пацаны Ну сейчас мы, наверное, офигеем А ну-ка, а ну-ка Ну с такими-то настройками Я думаю, все должно быть Как положено, правильно? Давайте, ребят, посмотрим Что же у нас поменялось Поехали Не, ребят, слушайте Ну вот это уже мое почтение Если бы еще АВМ Выглядела не так Как будто на тысячу лет Лежала под солнцем И еще не стреляла Само по себе То вообще было бы Очень даже играемо Не, ребят, реально круто Прикиньте Это игра на телефоны И какая обалденная карта Хорошо, что я узнал Что можно ставить Все-таки графику на максимальную А то я игру обсервал, обсервал На самом деле у меня просто Был минимальный графон Знаете, что мне еще нравится? Мне еще нравится то, что Чтобы не выходить в главный меню Ты можешь просто выпрыгнуть И тебя игра сама Телепортирует в главный меню Вот смотрите, как меня Все, телепортировала Ништяк Ну, ребят, удобно же Правильно Ребятки, я уже полчаса пытался Поиграть на этих двух картах Но, к сожалению, у меня Ничего не вышло Я не знаю Зачем вообще добавлять Эти две карты Если их нахрен просто нету По поводу, ребят Режима тренировка с ботами Я не понял Как поиграть с ботами Тут просто-напросто Нет этой кнопки У меня такое ощущение Что просто Разработчик Рофлинт И все, кто играет в эту игру Он их всех называет ботами И поэтому, когда ты играешь В любой карте Ты играешь с ботами Ну, то есть сам с собой Ну, что же, ребятки Маленький вывод Если оценить игру По шкале от минус пяти до нуля То, ну, примерно ноль Поэтому я, конечно же Эту игру удаляю И пойду играть с тендов Но вы, уважаемые подписчики Прямо сейчас Поставьте лайк Подпишите свой канал И напишите любой хороший комментарий Потому что, если вам понравится Подобная рубрика То я обязательно с ним в продолжение Всем удачи И всем пока